Карта благоустройства охватывает все новые адреса, обновления условия, новые дороги, новые объекты. В объективе камер Кашкадаря. Сход граждан Махали Шринтепа расположен в 35 километрах от центра Касанского района. Долгие годы эта местность была обделена вниманием, а жители сталкивались со множеством проблем. Из-за отсутствия поливной воды, не говоря уже питьевой, трудно, а зачастую и вовсе не принимались саженцы деревьев. Перебои в подаче электроэнергии также доставляли массу хлопот. И вот на основе поручений президента, которые он дал во время своего визита в Кашкадарю 12-13 ноября прошлого года по благоустройству дальенных сел и созданию достойных условий для населения, здесь приступили к масштабным созидательным работам. Приводятся в надлежащий вид ветхие жилые дома, разбитые внутренние дороги, 9 километров которых, а также 10 километров воздушных электрических линий охватят ремонтом. Реконструируют 12 трансформаторов и установят один новый, заменят на железобетонные 76 деревянных старых опор. Кроме этого, планируется возвести школу, детский садик, спортивные площадки, тротуары. До сих пор сход граждан Махали не имел своего здания. Теперь же за счет средств местного бюджета ремонтируют заброшенный хозяйственный объект, который совсем скоро приобретет вид современного махалинского гузара. Здесь же наладят работу швейного и кондитерского цехов. Организуют учебный центр по обучению женщин профессиям. В рамках программы оба тушлок решается самая большая проблема сельчан. До сих пор 2880 человек пользовались лишь одним артезианским колодцем. В процессе работы отремонтировали вышедшие из строя такой объект и установили рядом с ним башню на 60 тонн воды, что улучшило обеспечение населения данным жизненно важным ресурсом. Очистили водные артерии и приусадебные земли обеспечены поливной водой. В махале в целом посадили более 5000 саженцев фруктовых и декоративных деревьев. На сегодняшний день обновили 40 опор линий электропередач. Всё это значительно активизировало созидательные работы, в рамках которых, к примеру, отремонтировали пребывавшую в плачевном состоянии 53-ю общеобразовательную школу 1985 года постройки. При образовании обновления дошли до самой отдалённой махали нашего района. Дороги были разбитыми, административные здания, дома пребывали в плачевном состоянии. Опоры и линии электропередач были самодельными. При малейшем дуновении ветра случались перебои в подаче электроэнергии. Теперь ремонтируют дороги, обновили опоры, установили новый трансформатор, а на улицах приборы ночного освещения. Раньше приходилось ездить в больницу за много километров отсюда, в райцентр. Сейчас открывают медицинское учреждение, аптеку, строят парикмахерскую и другие объекты. Никто не остаётся без внимания. Отдельное внимание оказанию моральной и материальной помощи, включённом в железную женскую и молодёжную тетради гражданам, обеспечению их занятости. Туйча Абдулаев до сих пор обходился лишь сезонной работой и едва сводил концы с концами. Изучив его условия, рядом с домом построили парикмахерскую, где он станет работать постоянно. После кончины супруга в трудное положение попала Наргиза Бобакулову, у которой пятеро детей. Активисты Махали и представители районного хакемята не оставили её наедине с проблемами и помогли отремонтировать жильё. Инвалиду второй группы Джамиле Бутаевой передали швейную машинку, которая в настоящее время, выполняя различные заказы, получает соответствующие доходы. Масштабными работами на основе программы «Обат-хушлак» охваченный кишлак «Авасчоль», расположенный в 25 километрах от центра Миришкарского района на приграничной с соседним Туркменистаном территории. На 450 миллионов суммах построили новое здание схода граждан Махали и оснастили его необходимым инвентарём. Имеются отдельные кабинеты для председателя Махали и его заместителей, которые до этого теснились в одной комнатушке. Словом, созданы все необходимые удобства как для активистов Махали, так и населения. Реконструируют и заброшенный ранний рынок. По инициативе предпринимателей здесь возводят 16 точек торговли. Вдоль основной улицы кишлака строит тротуар протяжённостью 1 километр 200 метров. 10 гектаров заброшенных земель распределены между 10 юношами и девушками, состоящими в списках молодёжной тетради. Теперь годами неиспользованная площадь превращается в источник получения доходов. При содействии районного хакмиата пробурили артезианские колодцы, посадили саженцы миндаля. Также эффективно пользуются междурядьями, размещая на них бахчевые культуры. Продолжение следует...